Владислав Селезнёв, военный эксперт с нами на связи. Добрый вечер. Коллеги, добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Владислав, давайте начнём действительно с Селидова. Вот как вы оцениваете ситуацию там? Действительно, насколько стремительно двигается российская армия, по вашему мнению? И вот с тактической точки зрения, насколько важен этот город? Ну, темпы продвижения российской армии не настолько велики и масштабны, но тем не менее тенденции достаточно угрожающие. Восточная часть этого населённого пункта уже находится под контролем российских оккупантов. Юг и на юге этого населённого пункта, а также в центральной высотной застройке уже происходят боевые действия. Под контролем украинской армии частично северная часть этого населённого пункта и, соответственно, центральная часть. Ситуация носит достаточно угрожающий характер. И, в принципе, главная угроза для нашего гарнизона в Селидово – это даже не то, что противник буквально в лоб штурмует наши оборонительные рубежи и позиции, стирая, стачивая свои штурмовые силы и средства. А то, что он пытается окружить наш гарнизон в Селидово – такая угроза есть. Уже сейчас все маршруты, ведущие в этот населённый пункт, они находятся под огневым контролем российской армии. И, соответственно, проводить эвакуацию наших раненых военных случаев, поставлять все необходимые ресурсы для наших воинов, действующих на территории Селидово, крайне сложно. Если тенденции такие будут и далее, то, скорее всего, мы увидим маневренную оборону в исполнении украинской силы обороны. Ведь, очевидно, когда мы стоим перед выбором, что важнее – квадратный километр украинской земли, либо же жизни и здоровья наших воинов, ответ на этот вопрос очевиден. Пока же можно констатировать, что ситуация там крайне сложная. Противник применяет все имеющиеся у него силы и средства, активно использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по нашим военнослужащим. То есть ситуация достаточно сложная. Владислав, ещё также важный момент. Видим, что россияне активизировали свои штурмовые действия на многих направлениях. К чему сейчас такой мясной штурм? Как заявляли спикеры в наших эфирах, что мясные штурмы, в прямом смысле этого слова, вооружают боекомплектами солдат, их силы обороны Украины ликвидируют, потом с этих уже ликвидированных российских солдат снимают вооружение и идут дальше. К чему такая мясорубка? Ведь мы же понимаем, что эти все указы даёт лично Путин. Только с его разрешения идёт такое уничтожение россиян, по факту. Здравой логики из таких решений нет от слова совсем. Но, тем не менее, противник действует именно таким образом, потому что эта тактика работает. Совершенно очевидно, что любая бронетехника противника при применении её в городской застройке, она привлечена, она, собственно говоря, уже изначально приговорена к уничтожению. Активное использование украинской армии, артиллерийских систем и дроновых систем. Почти гарантированно уничтожит любую бронемашину, включая танки российской оккупационной армии. А использование мелких почисленностей штурмовых групп, она даёт те самые результаты. И ту тактику, о которой вы упомянули, она, собственно говоря, работает достаточно эффективно. На малые штурмовые группы использовать дорогостоящие крупнокалиберные артиллерийские снаряды не совсем логично. Рационально тяжёлого пехотного вооружения, к сожалению, украинским силам обороны не хватает на этом участке. Это, в принципе, на иных участках фронта тоже ощущается нехватка. В принципе, тут о чём идёт речь. Крупнокалиберные пулемёты, автоматические грандомёты, миномёты некоторых калибров. То есть, в принципе, то, что позволяет нам вести эффективно боевые действия на расстоянии до 500 метров. Ресурсов этих нам не хватает. Противник, пользуясь подсутствием достаточного количества сил и средств украинских сил обороны, проводит те самые местные штурмы. Что дальше? Ситуация на этом участке фронта будет определяться исключительно ресурсными возможностями российской армии. И тут в определённой степени ситуация парадоксальна. Давайте вспомним заявление генерала Буданова, руководителя украинской военной разведки. Тогда он утверждал, что на начало октября российская армия будет полностью выхолощена. Она не будет иметь возможность проводить масштабные наступательные действия. По состоянию на сегодняшний вечер, как минимум на семи участках, противник продолжает вести активное наступательное действие с большим задействованием сил и средств ресурсов. Да, в основном это живая сила. Но на некоторых, наиболее приоритетных для противника участках, противник также массированно использует бронетехнику. Как правило, не очень эффективно, ибо, вновь повторю, наши артиллеристы знают своё дело исключительно хорошо, и поэтому уничтожают вражескую бронетехнику ещё на этапе разворачивания и на этапе подхода к определённым рубежам и позициям. Кстати, к слову, вы говорите, что на некоторых направлениях они снизили свою местную штурмовую атаку. Российские оккупанты снизили количество так называемых местных штурмов. В Харьковской области они не прекращают попыток прорвать украинскую оборону в районе Волчанска, но в атаке чаще отправляют малые пехотные группы, при этом почти не используют технику, рассказал офицер 57-й отдельной метапехотной бригады имени Кости Гордиенко с позывным «Арчи». И вот касательно, что ещё используют россияне из-за похолодания и ухудшения логистики. Вот на Донбассе, к примеру, российские оккупанты будут вынуждены сменить тактику и отказаться от лёгких средств передвижения. Об этом рассказал Владимир Назаренко, начальник разведки артиллерии 4-й бригады Рубежнацгвардии Украины. Давайте услышим и потом обсудим. Период на Донбассе – это сезон туманов и плохой видимости. Днём всё тает и превращается в боота, а ночью замерзает. Из-за размытых дорог осложнена логистика. Сейчас противник делает ставку на атаки малыми группами на скутерах и мотоциклах, но скоро от них придётся отказаться. Российские оккупанты будут пробовать скапливаться и передвигаться пешком с помощью так называемой «тактики червей», но по ним будут отрабатывать ФПВ-дроны, миномёты и артиллерия. Владимир Назаренко, начальник разведки артиллерии 4-й бригады Рубежнацгвардии Украины. И что ещё будут задействовать враг на поле боя, учитывая погоду? Ну и уже который год войны, что нового, возможно, они сейчас уже начинают использовать? Практика действий российскими, она будет очевидной. Противник будет проводить те самые местные штурмы при поддержке артиллерии и авиационных компонентов. К большому моему сожалению, мы до сих пор ещё не имеем действенных сил и средств для противодействия вражеским управляемым авиационным бомбам, вражеской авиации. Серьёзный вызов, который всё равно нам предстоит разрешить в перспективе. Коль скоро это случится, тем больше наших территорий и жизни наших воинов будет сохранено. Ну а пока необходимо констатировать буквально следующее. Та самая тактика червей или же тактика пехотных местных штурмов небольшими штурмовыми группами, она даёт результат. Да, темпы продвижения российской армии не так велики. 100, 200, 300, до 500 метров в течение суток на тех или иных участках фронта. Это тактический уровень. Но, тем не менее, тенденции очевидны. Противник, пусть и невысокими этапами, но продолжает продвигаться вглубь нашей территории, нашей обороны, но украинская армия вынуждена маневрировать. С одной стороны, совершенно очевидно, что в рамках маневрированной обороны мы наносим огромный ущерб в российской армии. Они несут колоссальные потери как в живой силе, так и в бронетехнике и в вооружении. Но парадоксальная ситуация состоит в том, что, несмотря на эти огромные потери, противник всё ещё имеет ресурсы для проведения этих наступательных действий. Коль скоро это всё будет закончено противникам, мне неизвестно. Потому как крайняя информация на этот счёт была от генерала Будана. Более иных заявлений, как минимум, открытых источников я не видел. Вот, кстати, Владислав, тут важно понимать, что, наверное, всё-таки эти мясные штурмы как-то опустошают, скажем так, личный состав врага. И вот что сообщает советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, он говорит о том, что около 5000 новых российских контрактников заполнили лагеря от Мариуполя до Бердянска. И, по его информации, из-за этого оккупанты устроились зачистки даже побережья. Пополнение проходит подготовку штурмовиков. Их основное отличие от предыдущих мобилизованных – это отсутствие тактических маркировок на технике. Ну, по его мнению, это указывает на то, что пока непонятно, куда именно их бросят на штурмы. А вы как думаете, куда, где больше всего сейчас потери несут российские войска, и куда могут этих будущих штурмовиков отправить? А вы знаете, очень важный вопрос. Дело в том, что в последнее время все чаще звучит информация о том, что противник накапливает силы и средства для атаки на наши рубежи и позиции на юге Запорожской области. И я бы не исключал именно такой вариант дальнейшего развития ситуации на поле боя. В рамках зимней наступательной кампании вполне вероятно, что противник может именно на запорожском направлении активизировать свои усилия. Ну, как минимум, ряд военных экспертов западных стран утверждает об этом. Собственно говоря, такие посылки к этому есть. На юге нашей страны, на территории юго-запорожской, на юго-херсонской области находится группировка российских войск Днепр, численностью до 90 тысяч личных составов. Возглавляет эту группировку генерал-полковник Михаил Теплинский. Он же по определению является командующим воздушно-десантных войск российской армии. Ну и, собственно говоря, достаточно долгое время мы не так много слышали новостей о масштабных боевых действиях именно на юге нашей страны. Вполне вероятно, шел этап накопления ресурсов и усиления штурмовых подразделений. Сейчас противник получил дополнительные возможности. Речь идет о том, что противник может фактически безнаказанно активно использовать сеть железнодорожного сообщения, проходящая вдоль северного побережья Азовского моря. А это значит, что ресурсы для сил и средств противника могут поставляться своевременно и в необходимых объемах. Будет ли задействована все силы и средства этой группировки российской армии с целью оккупации Запорожья, как об этом говорят ряд военных экспертов из западных стран, я не знаю. В любом случае, необходимо очень внимательно наблюдать за этим участком фронта, ведь очевидно, что те боевые столкновения, которые сейчас проходят в некоторых районах Юго-Запорожской области, это вполне возможно такая себе разведка перед боем. Будет ли масштабироваться все эти мероприятия, ответ на этот вопрос напрямую зависит от ресурсных возможностей российской армии. Я все же таки надеюсь, что спустя 12 месяцев активных наступательных действий у российской армии в конце концов должны будут закончиться их силы и средства. И тут же еще интересный момент. Насколько, как вы считаете, Владислав, реально в огромных масштабах проведения войны и линии соприкосновения помощь от КНДР Российской Федерации в виде, опять же, насколько я правильно понимаю, местных штурмов? Насколько это усилит позиции России на фронте? Ну, справедливости ради необходимо отметить, что Северная Корея поставляет не только личный состав, она поставляет и миллионы штук снарядов ходовых калибров 122-го, 130-го калибра. Она также поставляет ракеты КН-23. Это та самая баллистика, которую противник активно использует для нанесения ударов по территории нашей страны. Что же касается тех самых 12 тысяч северокорейских военнослужащих, я не думаю, что они кардинально изменят на стратегическом уровне ситуацию на поле боя. Так, какие-то тактические эпизоды, они способны будут кардинально изменить расстановку сил и средств на тех или иных участках фронта. Но 12 тысяч плюс к 490-тысячной группировке российских войск, которые уже задействованы в рамках так называемой СОО, это капля в море. Хотя, безусловно, любого усиления российской армии необходимо очень внимательно отслеживать и для понимания принципа тенденций, где именно в ходе зимней наступательной кампании противник будет сосредотачивать свои усилия. Сейчас активно обговаривается вопрос о том, что якобы эти северокорейские военнослужащие будут направлены на территорию Курской области. В принципе, это логично. Давайте посчитаем. Сейчас у россиян на территории Курской области порядка 40 тысяч военнослужащих, которые не способны блокировать наш плацдарм украинской силы обороны на территории этой области Российской Федерации. Но ряд военных экспертов утверждает, что как только группировка российской армии достигнет там цифр 50 плюс тысяч, то, соответственно, противник будет иметь техническую возможность ликвидировать плацдарм украинских сил обороны на территории Курской области. Вот те самые искомые 12 тысяч северокорейских военнослужащих могут стать тем элементом, который сможет кардинально изменить расклад сил и средств на территории Курской области. Случится это или нет, мы с вами пишем буквально эту историю, мы наблюдаем за событиями на полюбой. И, собственно говоря, мы среди первых, кто об этом узнает, и наша аудитория расскажет. Тут буквально тогда уточнение, а как вообще это физически происходит? Слаживание, ну, сверхкорейцы, это же, ну, скажем так, даже не английский язык, там, сложное вообще понимание друг друга. Как это вообще происходит? И может, да? А, ну, тут я вас вынужден разочаровать, в Российской армии не так много военнослужащих, в том числе и среди офицерского состава, знают английский язык. Русский, матерный, да, безусловно, с иными сложнее. Что же касается коммуникаций, я думаю, что будет задействованный штат переводчиков, и какие-то коммуникационные элементы отлажены, по примеру, каких-то гаджетов, которые содержит корейско-русский словарь. Но в любом случае за короткий период времени обучить соответствующие средства коммуникации северокорейских партнеров России нам будет достаточно сложно. Еще один момент, связанный со сложностями. А на какой технике будет выполнять боевые задачи северокорейские военнослужащие? Если на российской, ее необходимо изучать, есть особенности. И это точно не история нескольких дней. Я думаю, что там речь может идти про несколько недель, а возможно, и месяцев. Если же военнослужащие из армии северной Кореи будет действовать на своей технике, то, соответственно, эту технику необходимо доставить из Дальнего Востока, к примеру, на территорию Курской области. А это логистика. Причем логистика порядка четырех недель. Поэтому вопросов очень много. Не на все из них есть в настоящее время ответы. Но с учетом проактивной позиции не только украинской разведки, но и Министерства обороны Южной Кореи, я думаю, что информацию в части усиления боевых возможностей контингента северокорейской армии на территорию Российской Федерации мы будем получать достаточно оперативно. И уже даже Пентагона. Да, еще важный момент, Владислав. Кроме КНДР, также Российская Федерация, насколько я правильно понимаю, вопреки внедренные против нее санкции, все равно находит пути производства боеприпасов. Боеприпасов, да, там, советского образца, но все же, которые на фронте имеют свое количество. Насколько сейчас ситуация, в свою очередь, и с ФАБами, которые Россия очень часто стала использовать перед штурмовыми действиями в тех или иных регионах. А тут, я думаю, необходимо отметить буквально следующее. За последние пару недель украинская армия сделала кратно больше в части реализации некоторых элементов санкционной политики, направленных на оборонно-промышленный потенциал Российской Федерации. Я имею в виду удары с помощью наших ракет и дронов по трем складам ГРАУ, главного ракетно-артиллерийского управления Российской армии, и одному складу полевому, который находится на территории Кубани. Собственно говоря, уничтожение нескольких десятков тысяч тонн артиллерийских боеприпасов уже дают свои результаты. Россияне жалуются, им не хватает снарядов ходовых калибров, в основном 122-го калибра, в том числе и в первую очередь те подразделения Российской армии, которые задействованы на территории Курской области. Случилось это потому, что многие тысячи тонн боеприпасов такого типа были уничтожены на местах их базирования. Поэтому пока наши западные партнеры раздумывают таким образом улучшить систему санкционной политики в отношении Российской Федерации, мы работаем непосредственно в части физической ликвидации этих самых запасов. Да, безусловно, российская оборонная промышленность работает, производя новые партии артиллерийских боеприпасов ходовых калибров. Да, российская армия поставляет те самые снаряды и провисится из Тегерана, и провисится из Пхеньяна, но, опять же, желающие преодолеть и достичь определенной цели, этот маршрут преодолевает. Точно так же и наши силы обороны, используя ту номенклатуру сил и средств, которая доступна нашим силам обороны от национальных производителей, наносит те самые очень болезненные удары, уничтожая вражескую военную инфраструктуру, вражеские военные объекты, а также объекты инфраструктуры Российской Федерации, которая задействована в рамках усиления боевых возможностей российской оккупационной армии. Спасибо вам большое, Владислав, что нашли для нас время. Напомню нашим зрителям Владислав Селезнев, военный эксперт, мы с вами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!